библия говорит алексей павел из россии задают вопрос по поводу слов христа который мы читаем в евангелие от луки 17 главе стих 34 сказываю вам в ту ночь будет двое на одной постели один возьмется а другой останется что это значит это говорится о семье или о чем-то другом если это предупреждение то для чего и кому она предназначена очень хороший вопрос он касается реальности того что бог сделает однажды и это реально связано с подведением итогов жизни здесь на земле с восхищением церкви с финалом всей божьей программы программы искупления программы спасибо божьего спасения которые сейчас еще действует и сейчас еще открыто и сегодня еще каждый человек может свободно прийти ко христу принять его жить с ним свою жизнь доверить иисусу христу и избежать вечной погибели и это наверное самое главное что может произойти с каждым человеком и так евангелие от луки 17 глава здесь эта тема немножко подробнее раскрывается в евангелие от матфея 24 глава там используются подобные слова я хочу именно из евангелие от луки посмотреть как эта тема практически касается нас с вами иисус христос отвечает на вопрос учеников когда будет время твоего пришествия и какие признаки какие по каким признакам мы это узнаем иисус рассказывает много он говорит о разных вещах и среди прочего он говорит об одной очень важной реальности он говорит о том что его второе пришествие она произойдет или может произойти в любое время оно произойдет внезапно оно произойдет при том что люди будут находиться в обычной реальность рутине своей жизни в 24 главе евангелие от матфея он пишет с 36 стиха следующие слова одни же том и часе никто не знает не ангелы небесные а только отец мой один здесь вот элемент внезапность пришествие иисуса христа будет внезапно то есть нет каких-то факторов которые обязательно должны исполниться и после этого мы мы говорю от вот сейчас точно христос то есть это может произойти в любой момент и это будет внезапно и он дальше говорит следующее но как было во дни ноя так будет и в пришествие сына человеческого ибо как во дни перед потопом ели пили женились выходили замуж до того дня как но и вошел в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и пришествие сына человеческого то есть вот этот вот главный элемент второго пришествия иисуса христа заключается в его внезапности которая разрушит абсолютно обыденную или внедриться в абсолютно обыденную привычную для многих людей реальной жизни как он пишет здесь ели пили женились выходили замуж до того дня как мой вошел ковчег то есть это будет внезапно это будет совершенно неожиданно для людей которые живут здесь на земле и дальше после этого он говорит эти слова тогда будут двое на поле один берется другой оставляется 2 милища и в жерновах одна берется другая ставь оставляется он подчеркивает эту ключевую идею то что то будет абсолютно неожиданно два человека работают в поле то есть не будет что-то такого что люди побросали свои работы что они сидят и ждут что-то произошло и это выбило их из рутины жизни они сидят и ждут и вот в этот момент происходит взятие церкви нет это произойдет тогда когда люди будут жить обычной жизни почему он подчеркивает что двое будет на поле один берется другой оставляется он подчеркивает идею того что берется спасенной оставляется тот кто остается тот кто не спасен и дальше 2 милища и жирного на жерновах одна берется другая оставляется он подчеркивает что это касается Как мужчин, так и женщин. Это касается людей в любом месте, в любой ситуации. В Евангелии от Луки Христос приводит другую немножко грань, двое на постели. В данном случае муж и жена. И один берется, другой оставляется. То есть подчеркивается, что спасение сугубо индивидуальный процесс, который касается той души, которая открыла свое сердце для Господа, которая получила рождение свыше, которая принадлежит Христу, и которая живет в реальности этой жизни. Вот эти люди, христиане, они точно так же мелют на жерновах, они точно так же работают в поле, они точно так же ночью спят. Вот точно так же весь этот процесс. И Христос подчеркивает, что несмотря на то, что люди привыкают, несмотря на то, что им кажется, тысячи лет уже это происходит. Апостол Петр, кстати, говорит об этом в том послании очень конкретно. Несмотря на всю эту привычность, вот однажды наступит этот момент, когда вот эта обыденность будет нарушена Божьим вторжением, когда Господь заберет своих. Замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друг дорогой, мы очень благодарны тебе за этот вопрос и надеемся, что ты получил ответ. Поделись с другим, кто нуждается или кто размышляет над этим вопросом сегодня. На сегодня все. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!